Кубань-24 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 Крупная победа Лока в топ-16 Игра напоминала матч взрослых игроков против детей Мы не смогли остановить Мэтта Дженнинга который безусловно является игроком уровня Евролиги Также отмечу в составе Лока несколько таких игроков Еще раз поздравляю соперника с победой Они проделали отличную работу Краснозеленые по-прежнему не знают поражений в новом году Следующий поединок команда Саши Абрадовича проведет на выезде 22 января В рамках единой лиги ВТБ Сыграем с Красноярским Енисеем Евгений Резник и Денис Горбунов Кубань-24 Краснодар А совсем скоро некоторым игрокам Лока предстоит выступить не за свой клуб 11 февраля В Сочи пройдет первый в истории матч звезд единой лиги ВТБ Участников этой встречи выбирали интернет-пользователи В список попали и 4 сразу представителя железнодорожников Итак, за команду звезд России выступят два представителя нашего коллектива Первый это капитан красно-зеленых Андрей Зубков Смотрим на его статистику 122 очка набрал 66 подборов поэтому показатели он лучше в локомотиве и сделал 17 передач Еще один россиянин Дмитрий Хвостов также в команде 79 баллов 27 подборов и 49 передач то есть в среднем если говорить то Хвостов за матч набирает 6,5 очков делает в среднем опять же по 2 с небольшим подбором и почти по 5 раз ассистирует своим партнерам Теперь о тех кто сыграет за звезд мира это во-первых американский защитник Тейлор Рочести его показатели на ваших экранах 65 очков 16 подборов и 29 результативных передач могло бы быть и побольше но все мы знаем что Тейлор Рочести долгое время не играл из-за травмы но сейчас все позади желаем успехов ему и в матчах за клуб и за сборную звезд конечно же Ну и еще один участник матча всех звезд Единой Лиги ВТБ это Райан Брокхов 89 очков в этом сезоне он уже набрал сделал 62 подбора и 11 передач вот такие вот они показатели ну и кстати представительство лока на звездной игре будет одним из самых внушительных столько же игроков 4 на вот этот сам матч всех звезд Единой Лиги ВТБ делегирует только один коллектив и это московские ЦСКА неплохо у нас на баскетбольных фронтах между прочим и молодежь выступает сборная Краснодарского края бронзовый призер первенства России прошел турнир в Курске соревновались в нем юноши 2001 года рождения в матч за третье место наши ребята обыграли сверстников из Самарской области первая половина матча осталась за волжскими баскетболистами 30-25 но кубанский коллектив прибавил и в итоге победу волевую победу одержал 62-57 победителем первенства стала первая сборная Москвы серебро у второго столичного коллектива о баскетболе к слову мы сегодня еще поговорим герой этой недели игрок локомотива Евгений Бабурин его большое интервью в конце выпуска мы вам покажем ну а пока к волейболу перейдем речь пойдет о нашем женском Динамо Краснодарке в 13-м туре Суперлиги на этой неделе дома принимали легендарную Уралочку своих соседей между прочим по турнирной таблице чем эта встреча интересна была кроме того что Карполь к нам приезжал Владимир Черкашин знает матч-реванш лидеров чемпионата России матч с приставкой супер причин прийти на эту игру болельщиков было немало Великий Николай Карполь в Краснодар не каждый день приезжает да и лучшего снайпера Суперлиги Ксению Ильченко в деле увидеть можно сейчас доигровщица с новой фамилией Парубец лидер команды о своем статусе говорит скромно не знаю я люблю нападать мне и пасуют свой уровень Ксения показала и в этой игре правда в начале команды бились на равных при счете 14-14 гости взяли 4 очка подряд и такое преимущество разбазаривать не стали до победы игровой отрезок довели 25-19 Динамовки над ошибками как следует не поработали во втором сете картина повторилась Наталья Малых забивала однако партнерши ее не поддержали команда Карполя хороша была и в защите и на блоке это позволило набрать им 6 безответных очков а Ксения Парубец поставила точку 25-17 и 2-0 чувствовалась уверенность ну не знаю может быть просто соперники не до конца показала всю свою игру по максимуму может быть мы хорошо играли но как-то действительно была уверенность свою уверенность краснодарки обрели в следующей парке уступали 11-16 в итоге чашу весов склонить смогли в свою пользу 25-23 но на большие хозяек не хватило слишком много ошибок наши девушки допускали перевести встречу на тайбрейк не получилось плюс Анна Клемец Ксения Парубец постарались на славу 25-23 3 и 3-1 в игре Уралочка снова сильнее Динамо Игра была тяжелая мы настраивались на нее потому что это нам ну тренер сказал что надо кровь из носа ее выиграть у нас была задача чтобы мы выиграли три игры подряд и мы это сделали Эта победа позволила Уралочке обойти Белоголубых и расположиться на третьем месте в Суперлиге Владимир Черкашин Денис Акулов Кубань 24 Краснодар И продолжим о волейболе о волейболе женском далее у нас довольно необычный материал а сейчас как мы все знаем в Динамо нет ни одного легионера состав этого сезона довольно сильно отличается от состава предыдущего и сегодня мы решили вспомнить тех кто когда-то радовал трибуны Олимпа уточню вспомнить в первую очередь иностранцев российские игроки все-таки постоянно на виду мы о них все знаем чем сейчас занимается например Хелена Хавелкова где выступает Наталья Мамадова и другие когда-то наши звезды узнаем прямо сейчас ностальгия по легионерам так наверное можно назвать первый исторический для Динамо матч группового этапа Лиги чемпионов в гостях в Олимпе Валеро в составе соперника сразу три экс-волейболистки нашего клуба причем все проблем белоголубым доставили немало Казалось бы совсем недавно Акин Радео блокировала атаки соперниц кубанской команды но на самом деле Фалук уже пятый год не с нами из Динамо она перебралась в Арбиту после трех сезонов в Азербайджане уехала в Швейцарию и выступает там уже второй год выступает здорово она безоговорочный игрок основы в старте американка вышла и в Лига чемпионской встречи против своей бывшей команды сыграла отлично 14 очков всего три балла набрала в той битве когда-то наша Наталья Мамадова ей и тренерский штаб дал отдохнуть а вообще азербайджанка по-прежнему здорово смотрится по-прежнему много сбивает она к слову рекордсменка Лиги чемпионов в 2005 в одном из матчей турнира на ее счету оказалось 47 баллов в составе Динамо в сезоне 2009-2010 Наталья стала лучшим снайпером российского чемпионата затем ушла в Робитул побывала в Амичке в Болеро Мамадова с 2014-го с 15-го года там бразильянка Фабиола она белоглубых покинула после позапрошлого сезона против своего бывшего клуба в декабре 2016-го связующая конечно же вышла сыграла так как когда-то играла за российский коллектив здорово Великолепные подачи Хелена Хавилковой краснодарские болельщики помнят до сих пор одна из самых красивых волейболисток мира сейчас без команды с клубом Шанхай нападающая рассталась несколько дней назад после тяжелой травмы до того как в Китае поиграть Хелена после Динамо побывала в трех странах сначала в 13-м году подписала контракт с турецким Эдзе Джибаши сезон спустя оказалась в итальянском Унет Ямамай и стала серебряным призером Лиги чемпионов в 16-м Хавилко выступала за польский Хемис Динамо Россия Дзе Джибаши Турция такой маршрут выбрали многие вслед за Хавилковой отправилась в один из сильнейших клубов Европы Рассир Кальдерон кубинка с российским гражданством правда сейчас волейболистка далеко не в гранде Рассир выступает за Агео Медикс во втором японском дивизионе ее клуб на втором месте в турнирной таблице а Кальдерон единственный легионер команды На другом континенте сейчас и еще одна когда-то наша доигровщица Дестони Хукер после неплохого динамовского сезона 2012-2013 путешествует по клубам которые российскому болельщику малоизвестны Американка успела побывать в кубинском Криоле С Декагоас в южнокорейском ИБК Алтас в китайском Тянзине сейчас Дестони в Бразилии в команде Кампанеса Минос Намного успешнее складывается постдинамовская карьера у Нариман Асдзой Турчанка в России была недолго полсезона в 2012-м а затем волейболистка уехала на родину в Галатасарай два года там затем и Мока Воли из Италии знакомый нам Эдзи Джибаши этот игровой сезон Наримана вновь проводит в Италии в клубе Лю Джо Норт Меканика бьется в Лиге чемпионов и набрала уже 124 очка за семь встреч турнира и все-таки об одной россиянке сказать необходимо главная пожалуй звезда российского волейбола Татьяна Кошелева летом 2016-го отправилась по уже изученному маршруту в Эдзи Джибаши теперь любимица краснодарской публики блистает в турецком чемпионате она самый результативный игрок своего клуба набирает в среднем по 18 с половиной очков за матч и кстати один титул наша бывшая с новой командой уже завоевала Татьяна в октябре прошлого года стала чемпионкой мира среди клубных команд Наталья Баранова Константин Перминов Владимир Черкашин Кубань 24 волейболистские путешествуют из клуба в клуб а вот наш корреспондент Иван Полехин решил сменить журналистскую профессию на профессию рыбака не просто отдыхал Иван конечно же задание у него было такое на этой неделе в тонкостях рыболовного спорта разбираться и нам рассказывать девятикратный чемпион мира по рыбной ловле на спиннинг Алексей Шанин внимательно за стараниями нашего сотрудника следил приключения спортсмена рыболова прямо сейчас Аспиринт на самом деле это активная снасть и подразумевает именно активный способ ловли вот мы здесь сейчас наблюдаем много людей которые сидят на берегу они ловят мирную рыбу фидером поплавочкой их способ ловли приманить рыбу к себе а спиннинг подразумевает активный поиск рыбы то есть рыболов сам ходит и ищет место где находится хищник ну и соответственно используются приманки которые имитируют то ли рачков то ли рыбок всевозможных земноводных иногда даже мелких грызунов и все это конечно же хищные рыбы любят потреблять себе в пищу сейчас конечно же в первую очередь джик я вот и поставил это классический твистер на оксетном крючке то есть это приманка не зацепляйка и свинцовая головка чебурашка весом 8 граммов но вот по причине того что у нас здесь глубины в основном 5-6 метров и течение сейчас не очень сильное вот этого будет вполне достаточно чтобы соблазнить не особо активную рыбу которые тоже как и нам достаточно холодно зимой но тем не менее это получается довольно таки неплохо но она мобильная ее проще доставить на дно зимой рыба тяготеет держаться в придонном слое и там эта приманка великолепно проходит не цепляясь за препятствия камни, коряги какие-то строительные элементы вот за все это приманка не цепляется но привлекает внимание рыбы которая стоит в придонном слое доставать сюда леску и на скрыт и в и и и доставать сюда леску вот из этой штучки да это специальный фиксатор чтобы когда леска намотана на шпулю она не разматывалась ну и продевать через все пропускные кольца по одному по одному видно что сноровки пока еще нет не хватает это шнур да это не леска да это плетеный шнур восьмижильный из высокомодульного полиэтилена сплетенные волокна между собой под высоким давлением сплавлены такая интересная технология его преимущество в том что он совершенно не имеет растяжимости то есть если сравнить с монофильной леской 100 метров монофила можно растянуть там где-нибудь на 105 а то и на 110 метров плетеный шнур даже на метрами растянешь а то есть какой есть такой и да но это конечно же сказывается на его грубости он больше напоминает суровую веревку но зато очень прочный относительно своего диаметра и высокочувствительный а что будет если рыба рванет от лодки допустим поймай щуку на 5 килограммов она захочет рвануть от лодки в обратную сторону или уйти под лодку получится у тебя складывается спиннинг щука продолжает туда напирать ты уже изо всех сил тащишь туда у тебя два варианта либо аборт лодки ломается спиннинг либо рвется леска но я думаю что лучше порвется леска на этот случай придумана вот такая хитрая штука фрикцион его нужно правильно настроить если уж щука рванула под лодку или в обратную куда-то сторону глубину то устраавливается просто с катушки просто тогда лишняя леска есть такой человек аксаков вот он когда-то сказал если я увижу воду и мне скажут что в ней нет рыбы я не поверю воде соответственно есть вода есть рыба конечно же кубань достаточно рыбная река здесь есть сом жерых судак щука окунь даже теляты завезли мазамбикскую она здесь тоже попадается иногда то есть даже в пределах города возможно да в пределах города пожалуйста без проблем вот все люди которые сидят по берегам они же что-то ловят и вот я сейчас проплывал видел как там кто-то подлещик а кто-то густерочку поймал с наибольшей вероятностью все-таки судак или биржик с наименьшую вероятностью щука может быть жерри вот такого зелененького продеваю два раза сюда в эту петельку вот он получился вот так висит а теперь под этим немножечко еще один оборот катушкой вот так все а теперь 7 оборотов вокруг основного шнура можно 8 9 но лучше 7 число хорошее счастливое счастливое да так теперь в обратную вот эту петлю и в образовавшуюся большую петлю теперь это дело нужно так затянуть все бросал когда-нибудь спиннинг конечно бросал да ты какую руку крутишь получается что так что белая но тебе удобно вот сейчас сейчас удобно смотри правильная постановка руки на спиннинг расправь руку вот так смотри два пальца раз два пальца два значит у тебя ножка катушки между двумя пальцами и большой палец сверху смотри у тебя получается очень удобно лесоукладчик появляется прям находится прямо напротив большого пальца а ты хочешь для заброса обрежать зима нет и прижимать не нужно давайте покажу правильно или как это делается значит подматываешь приманку чтобы осталось примерно 60 70 сантиметров можно чуть поближе просто берешь под палец шнур шнур просто под палец вот никуда прижимать не нужно и заброс приманка сама полетела bury о все к нам давай 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 спеши сейчас возьмем суда чем час подрасли маленький д render его сюда Ну что, с почином тебя, давай пять. В Кубани рыба есть, маленький судачок, долго мучить не будем. Пока-пока. Такие вот они, особенности национальной рыбалки по-кубански, по-журналистски. Молодец, Иван, хотя бы одну, но все-таки поймал. На следующей неделе уроки спорта мы продолжим. Расскажем вам о том, что такое сквош заморский. Ну а сейчас ненадолго вынуждены прерваться. Третий блок спортивных фактов сделаем рэгбийным. Посвятим на тренировку Кубани, заглянем. Поговорим о наших звездах в рэгби женском. Завершение выпуска, как и обещал, баскетболист Евгений Бабурин. Он появится через две минуты. Увидимся здесь же. Спортивные итоги недели продолжает. Вместе с вами Константин Первинов подводить. О рэгби в заключительном блоке нашей программы говорим. Кубань готовится к первым битвам в этом году. Сейчас казаки активно тренируются о том, как проходит подготовка и какие задачи ставит руководство клуба перед своими игроками. Наш следующий сюжет. Подготовку к новому игровому году Кубань начинает без потерь. В межсезонье коллектив не покинул ни один игрок, однако тренеры активно привлекают к основному составу молодежь. Руководство клуба делает ставку на своих воспитанников. За попадание в главную команду будут бороться пять рэгбистов из дубля. Испытываю гордость за то, что нахожусь в своем родном клубе. Здесь прохожу тренировочный процесс с людьми, на которых раньше равнялся, смотрел как на звезд. Сейчас вместе с ними тренируюсь. И для меня это большая гордость. К сезону команда готовится не в полном составе. Кубань отправила в национальные сборные 14 игроков. Девять из них в семерку. Краснодарский клуб – основной донор для олимпийского вида. А в сборную по рэгбе 15 казаки делегировали рекордное для коллектива количество игроков. Пятеро наших рэгбистов сейчас на сборах в Сочи. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. И с Кубанью считаются, то есть игроки наши нужны как в той сборной, как в первой, так и в олимпийской сборной. Но я считаю, это, наверное, итог работы нашей общей. Впрочем, отправиться в расположение сборной России по рэгби 7 могли еще два игрока – Юрий Гостюжев и Владимир Остраушка. Но нападающие казаков смогут помочь команде только весной. Сейчас они проходят курс восстановления. Гостюжев после травмы плеча, пока занимается по индивидуальной программе, Владимир Остраушка набирает форму после сложного перелома ноги. Переживания, может, только есть маленькие. То, что не успею сыграть большое количество игр. Но, думаю, к концовке сезона мировой серии подойду и останется еще чемпионат Европы. То есть, сожалеть не о чем. Надо просто хорошо восстановиться и быть в полной боевой готовности. В новом игровом году перед командой стоят задачи удержать ведущие позиции в семерке и навязать борьбу лидерам в классическом рэгби. Для этого Кубане необходимо не только подойти в оптимальной физической форме, но и решить проблемы в обороне. В основном планируем очень много компонентов давать игры в защите. Это просто нам необходимо. Почему? Потому что все-таки в том году команда очень много пропускала. Но, естественно, мы достаточно амбициозная команда и всегда думаем о нападении. И те позиции, которые были в том году, мы постараемся их сохранить. Результаты межсезонной подготовки болельщики смогут увидеть в начале весны. В марте Кубань проведет первые тестовые матчи. Сергей Сорокин, Ирина Петенева, Евгений Береснев. Кубань-24, Краснодар. И так повторю, 14 игроков сейчас отсутствуют на тренировках клуба. Все они в расположении сборных страны. Пятеро, как уже было сказано, вызваны на сбор национальной команды по рэгби 15. Это Гаджиев, Гриценко, Давудов, Непейвода и Сугробов. На курорте наша команда пробудет до 22 января. То бишь до завтрашнего дня готовятся россияне к чемпионату Европы. Первая встреча назначена на 12 февраля. В этот день в Мадриде сразимся с испанцами. Сборная России по рэгби 7, в которой сразу 9 представителей нашей Кубани, занимается в Алуште на носу. Новозеландский этап мировой серии. Он начнется 28 января. Новый сезон, в общем, наши рэгбисты начинают в отличном настроении. Надеемся, успехи сезона прошлого получится повторить и даже улучшить результаты. Напомню, в 2016-м Федерация Рэгби России вручила рэгбийной Кубани награду «Прорыв года» за возвращение, во-первых, в классическое Рэгби 15 и за прогресс команды на протяжении всего сезона. Также на выбор организаторов премии повлияли победы в Кубке Европейских чемпионов, золото в чемпионате и Кубке России по Рэгби 7. А ведь на старте сезона мало кто прогнозировал, что Кубань сможет дойти до финала этого же самого Кубка, а также будет достойно сражаться за медали чемпионата в Рэгби 15. Предлагаю вспомнить, что именно в прошлом году получилось у нашей команды. Начнем с чемпионата страны по Рэгби 15. Лучший бомбардир клуба и вообще всего чемпионата это Сергей Сугробов. 133 очка, получается, не зря Сергея приглашали и не зря он на переход в наш клуб решился. 10 матчей в регулярном чемпионате краснодарцы провели. Побед немного, всего 3, поражений побольше, 7. Кубань 16 очков, набрала 4 место, в итоге заняла и попала в плей-офф. Там наши регбисты также не часто выигрывали, всего лишь один раз, но для 4 места этого хватило. А для дебюта 4 место, согласитесь, это отличный показатель. Намного лучше в этом сезоне дела у нас в Рэгби 7 обстояли. Лучший бомбардир клуба в чемпионате страны Михаил Кудинов. Он 54 очка набрал. Кстати, о его супруге мы сегодня чуть-чуть попозже очень подробно поговорим. Ну а пока о достижениях Михаила и его партнеров. В 10 встречах кубанский коллектив всего лишь два раза уступил и занял привычную для себя итоговую первую строчку. Ну а в Кубке России казаки и вовсе ни разу никому не проиграли. 5 матчей, 5 побед, первое место, кубок наш. Можно даже сказать, что кубок по традиции давно сложившийся уже наш. Девушки-рыгбистки также не отстают. К сборной России по Рэгби 7 переходим. Она сейчас готовится ко второму этапу мировой серии. Пройдет этап 3 и 4 февраля в австралийском Сидне. Тренировочный сбор россиянки в Новогорске провели. В списке 24 игрока из пяти клубов получили приглашение в национальную команду и две представительницы краснодарской команды Центра спортивной подготовки номер 4 Надежда Кудинова и Полина Буравлева. И вот как раз о Надежде Кудинова и о капитане национальной команды и клуба нашего мы решили в этом выпуске подробно поговорить. Евгений Резник об одной из лучших рэгбисток мира нашей Надежде. Спортсменка, комсомолка, красавица. Так бы сказали об этой девушке современники кавказской пленницы. Лучшая рэгбистка России даже внешне чем-то напоминает главную героиню фильма. На первый взгляд непонятно, как миниатюрная Кудинова добивается успехов в таком, казалось бы, контактном и травмоопасном виде спорта. Но девушка уверяет, рэгби уже давно перестало быть исключительно мужской дисциплиной. На самом деле, женщина сейчас во всех видах спорта. И рэгби не исключение. Почему нет? Если девушки могут в бокс уходить, то почему они не могут играть в рэгби? Тем более женское рэгби очень интересная игра получается. Я, правда, считаю, немножко жестче, чем мужской, потому что все-таки девушки такие, более какие-то злопамятные, может, эмоциональные. А первые свои спортивные эмоции Надежда получала в другом игровом виде. Своё будущее она когда-то связывала с гандболом. Но команда, за которую выступала Кудинова, распалась. Завязать со спортом навсегда или попробовать себя в чем-то другом? Решила все-таки попробовать. В рэгби. Причем, вспоминает, сначала приглашение отвергла, а затем послушалась старших. Родители настояли и сказали, иди, тебе дома делать нечего. Ходишь тут, потухшая какая-то на тренировке энергии свою тратить. И я подумала, да, все-таки, наверное, спорт – это то, с чем я хочу связать в своей жизни. Не пожалела, до сих пор рада, что все-таки послушала, благодарна родителям. И достигла очень многого здесь в рэгби. При этом сама Кудинова на поле должна оставаться самым хладнокровным игроком команды. Она полузащитник, мозговой центр. В футболе таких называют плеймейкерами или свободными художниками. Лидерские качества «Надежды» довольно быстро стали очевидны всем – и тренерскому штабу, и коллегам. И в Краснодарском ЦСП номер 4, и в сборной страны. Я когда пришла в сборную, я сразу хотела стать капитаном. Ну вот, мне и хотелось. Капитаном я стала не так давно, только вот в этом сезоне. До этого был вице-капитан. Ну, как бы, я всегда себя чувствовала лидером в команде. И я не могу сказать то, что вот я вот теперь официально стала капитаном, и до этого я как бы не была им. Ну, где-то в глубине души была, я всем помогала, девчонкам. Я тянула за собой команду. Вплоть до лета 2016-го Кудинова тянула и себя, и коллег по команде во имя большой цели – Олимпийских игр в Рио. Спортсменка за 9 месяцев до игр признавалась – даже в периоды депрессии, эмоциональной и физической усталости, вся команда жила только мечтой о поездке в Бразилию. Бывает, когда тяжело становится, говорю, блин, ради чего? Потом вспоминаю, у меня же еще Олимпиада. Нет, это нужно, это обязательно, это надо терпеть, это нужно себя собрать. Давай-ка, наверное, не рассусоливай ничего. Нужно, нужно. Достичь цели девушкам, к сожалению, не удалось. В отборочном турнире россиянки в финале уступили Испании и остались без игр. После этого Кудинова в очередной третий раз выиграла чемпионат Европы и теперь с новыми силами готовится покорять новые вершины. Главная задача и для сборной, и для Надежды ясна – попадание на Олимпиаду 2020 года. Причем задача – это семейная. Муж Надежды, Михаил Кудинов, также игрок сборной по регби-7. И ему также предстоит поворотся за путевку в Токио. Евгений Резник, Кубань, 24. Еще один герой. Герой этой недели. Наш выпуск продолжит интервью игрока баскетбольного локомотива Евгения Бабурина. Прямо сейчас смотрите. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Пухлым, спокойным, послушным. В принципе, наверное, это все. Три главных таких, да, слово-описание. Ну, в целом был спокойным. Старший брат, он более подвижный, более такой, как-то, куда-то постоянно бегать, что-то делать. А мне достаточно было посидеть дома и выйти на улицу и на улицу постоять. Где-то особо сильно не бегал, чем не выводил родителей своими порванными вещами и разбитыми коленками. В целом закончил с двумя тройками всю школу по истории. За что себя сейчас немножко карет. Потому что в данный момент, да, не понимаешь, что в школе сейчас история намного интереснее, чем когда ты ее в школе изучаешь. Это, я думаю, стандартно, это все, когда люди заканчивают школу, потом это с возрастом приходит, то, что учиться, на самом деле, не слишком тяжело. Просто надо маленько понимать все, что тебе рассказывают и показывают. Ну, в школе этого не приходит. У меня изначально мама занималась баскетболом. Мама занималась баскетболом где-то до 20 лет. Как она рассказывает, она еще уже была беременна старшим братом и еще продолжала немножко бегать. Вот, и поэтому мы жили недалеко от спортшколы, в которой мы занимались со старшим братом и мама, соответственно. И у нее были все тренера знакомы, все там директоры от спортшколы. То есть там как-то выбор даже не стоял у старшего брата, чем он будет заниматься. Потому что энергии было хоть отбавляя, и его туда сразу определили, чтобы лишнее время он где-то, опять же, не на улице находился. Ну и плюс спорт, это все равно какое-то развитие полезное. А мне стало, ну, соответственно, старший брат занимается, дома появились какие-то плакатики, какие-то там кассеты мы смотрели. Баскетбол, который показывали раз в неделю по телеканалу России там был, так, НБА. Все это начало появляться в жизни, и где-то вот лет 8, наверное, я стал ходить просто с старшим братом на тренировку. Просто так сидеть посмотреть, там, ну, меня отправляли, он мог меня забрать в какой-нибудь садик и пойти вместе. Я с ним сидел, потом мы шли вместе домой. Лет, наверное, в 5-6 еще был выбор хоккей, потому что папа занимался хоккеем в своей молодости, а мама баскетболом. То есть решили, что старшего отдаем баскетбол, а младший попробуем хоккей. Потому что у меня старший брат был такой немножко похудее и повыше, а я был пухлее и пониже. Думали, что коренастый, значит, хоккей будет нормальным. Но до хоккея было далеко ехать, у нас Торпеда, хоккейный клуб, который вот их спортшкола, она находилась в другом районе, и до них добираться надо было в районе часа. Плюс занятия у маленьких детей всегда начинаются, там, часов в 5-6 утра. И этот вариант нам не очень подошел, поэтому с хоккеем как-то немножко отошло в сторону. И вот перешел на баскетбол, в 10 лет я уже ушел к своему тренеру. То есть, ну, если мы летом играли с братом, да, я там бегал подавал ему мячи, когда мы оставались в зале, то есть там все ходили, если он хотел побросать, ну, такие какие-то мелкие баскетбольные шажки. А потом уже в 10 лет я вот нашел своего тренера первого и уже начал заниматься вот как спортшколю со своей группой. Я думаю, на старшего брата равнялся, так-то кумиры-то они все есть. Я в наше время, когда, то есть, да, я занимался, была эпоха Джордана, как раз вот он заканчивал свои такие прям года, которые вот он был лучшим-лучшим, они все выигрывали. Тогда он был один кумир, просто других не было. Это сейчас появилась куча всяких разных, тогда все знали Джордана, мне кажется. И только его, ну, может быть, какие-то другие игроков, как там Шакил, там, каких-то, опять же, из-за увлечения баскетбола и телевизора, там, Джек Джонсона, такие, да, там, звезды. Но кумир, мне кажется, у всех, вот у нас там сколько-то, лайк, 30, наверное, было на треневке, можно было спросить, 28 сказали бы, что их кумир Джордана, двое, вот, типа, самых прошательных придумали бы какого-нибудь другого игрока. А так, конечно, все время старался на брата походить, потому что мне нравилось, когда он играет. То есть он, опять же, показывал хорошие результаты в своем коллективе, в своем возрасте. И как-то, ну, опять же, я смотрел все время на него, я ходил все время на тренировки с ним. И просто это как-то вот само собой перенимал приватки, какие-то привычки его, там, как играть, как бегать. И потом, если какие-то видео попадались, посмотреть дома, там, родители какие-то игры снимали, баскетбольные, то можно было не понять издалека, кто это, я или брат. Даже вспомнить могу, чем меня так наказывали, но заставляли идти спать, когда шел фильм, я помню, один раз, и мы смотрели «Терминатор», и даже, наверное, еще первая серия была, или как раз только вторая появилась в мире. Было 6-7 лет. Мне сказали, где спать, у вас в школу вставать, а «Терминатор» еще шел, где-то в середине фильма, я сказал, все, я ухожу из дома, встал, оделся со мной, я был в сапоги, куртку, вышел, дошел до соседнего подъезда, шел старший брат в это время, данный пинка, сказал, иди домой быстро, и все. Как-то я попытался выразить свое, вот я получил по заднице и пошел домой, и как бы был отруган потом пришедшим с работы папу еще за это, чтобы такого больше не было. В целом, ну, наверное, что-то, да, запрещали посмотреть, не то, что даже запрещали, а просто, говорю, там, идти спать, ну, и, может быть, а поиграть в приставку. И там, с сладким их никогда не наказывали вроде, потому что я сам особо его не очень любил, пока маленький был, так что только, наверное, телевизором. Мне кажется, все родители строгие, да, и все дети маленькие получали за что-то от родителей и считали это несправедливым наказанием. Но в целом, чаще всего получал за драку с братом старшим. Ну, как драку, было избиение со стороны старшего, слезы, сопли со стороны младшего, и потом получали все, кто попадался под руку маме. Первый танк, да, я помню, мы в спортшколе с ребятами, когда, ну, это же забить сверху, это для ребенка, занимающегося маскетболом, мне кажется, это какая-то панацея просто, это делаешь и делаешь это. Ты пытаешься прыгнуть, у нас было кольцо, не такое вот современное, как сейчас стойки стоят, а было кольцо подвешено к потолку, и там вот был щит, и за щитом была такая труба на уровне щита, она висела, и у нас сначала было это допрыгнуть до нее, повиснуть на этой трубе. Вот сюда, что мы получали там от залучей, от директора спортшколы постоянно, если видели кого-то висячим. Мы периодически сначала прыгали до нее, потом прыгали до кольца, просто, чтобы дотронуться, дернуть его. И вот с каждым таким шагом, точный возраст я не вспомню, но мне кажется, что вверх я забил, наверное, где-то вот между 14 и 15. Это был как раз, ну, это был сезон в баскетболе, то есть это с сентября по май, и было, я даже думаю, что, наверное, где-то там зимние холодные месяцы, потому что за окном было точно темно, и мы с ребятами остались после тренировки, и пытались прыгали, 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 там, с какой-то попытки, наверное, четвертый, пятый все-таки получилось. То есть, причем не у меня одного, там, связано с пяти человек забило несколько раз, не несколько человек, это там, радости было, мне кажется, на неделю, и потом пытались это повторить, но вот повторить это получилось не очень скоро, то есть недельки, наверное, через полторы, потому что какой-то эйфории, когда забил, потом пытаешься это сделать еще раз, и не получалось что-то не так все время, что-то вот какая-то мелочь. В итоге потом вот потихоньку-потихоньку начал распрыгиваться, распрыгиваться, и уже, ну, вот в этом возрасте это 14-15 лет. Нижний Новгород Нижний Новгород – это, да, такая огромная глава моей жизни, потому что я сам оттуда, я там родные, моя жена оттуда, ее родные оттуда, ну, в общем, это вся моя жизнь. Так получилось, что мне пришлось ехать из Нижнего Новгорода, чтобы как-то вот дальше продолжать свою баскетбольную деятельность, потому что не то, чтобы она могла не получиться в Нижнем, но я решил, что надо поменять обстановку, надо уехать. И вот когда вернулся я в Нижний Новгород, в принципе, это вот такая глава в моей жизни, благодаря чему сейчас вот у меня вообще есть то, что есть. Потому что я приехал в Нижний Новгород, такой-такой еще молодой до игры, потому что, да, приехал я вроде в 25-24 года, не игравший на таком уровне, на который я приехал в Нижний Новгород. Столкнулся с этим, пришлось немного нелегко, потому что я сначала вроде начал, потом перестало получаться, и главное было в этот момент не бросить, а продолжить работать. Вроде первый год как-то у меня с этим на таком не очень хорошем настроении, но деваться было некуда, контракт подписан, работать надо, отступать некуда. Тем более дома я не мог как-то плохо там показаться себя перед родными, близкими, друзьями. Второй год немножко ситуация изменилась, я вроде начал более-менее уже привыкать к этой лиге, к этому формату, к этому тренеру, который у нас тогда был, Зоран Гупич, к игре, в принципе, пониманию игры, что от меня хотели, и пошло, пошло, пошло. И вот потом, как-то два с половиной года, у меня так получилось, что все, в принципе, вот то, что сейчас есть, то, что было предложение от Локомотива, то, что я сюда перешел, то, что были вызовы в сборную, и все это благодаря Нижнему Новгороду и благодаря тому, что вот я вернулся домой, и это очень большую роль сыграло в моей баскетбольной и в личной жизни. В Нижнем Новгороде мы играли Еврокубок, и играли мы с турецким Бешикташем, и как раз мы проигрывали там 17 очков, проиграли, и была ответная игра, должна была быть Нижнем, у нас Нижнем не получилось из-за зала, потому что там играла Торпеда, и мы играли в Москве, играли в Москве, в Лужниках, и мы выиграли эту игру плюс 23 вроде, в итоге отыграешься очков, прошли дальше, и там вот, перед началом записи, мне рассказал про Лофтона, который играл здесь, вот, ну, говоришь, месяц Локомотив, вот мне он достался, как раз он был в Бешикташ в то время, и мне очень пришлось сильно за ним побегать, потому что он очень хороший снайпер, очень хороший игрок, и я в итоге получил от него 50 очков в эту игру, но все было тяжелое, за что мне даже тренер потом не упрекал, ничего не творил, как бы это было таким смехом, конечно, что 50 очков за две игры, но это очень тяжелый игрок, который, ну, мы всей командой вроде не защищались, и он все равно там набирал свои очки, но пусть лучше один набирает, команда проигрывает, чем вся команда набирает и выигрывает, так что своей задачей, будем считать, все справился, хоть он набрал свои очки, а так, практически в каждой команде сейчас есть сильные игроки на своих позициях, но вот нам в последнее время достаются игроки, где вторые, третьи позиции, которые там приходится защищать, вот мы играли с Униксом, там, Кит Ленфорд, я считаю, что это один из сильнейших просто игроков индивидуального баскетболя в Европе, который сейчас играет. Мы были в Гранд-Канарии, там два очень сильных шутера, это Кайл Курич и Сасу Савин. Я, если честно, я очень не люблю смотреть баскетбол, практически не смотрю его, я очень редко могу высмотреть всю игру, прям вот, чтобы сесть от начала до конца, меня периодически не хватает. Вживую смотреть это одно, а по телевизору я почему-то не могу. Если интересный игрок, а это идет заруба, я почему-то включаю первую четверть, посмотрю ее, мне становится неинтересно, я начинаю заниматься какими-то своими делами, ухожу там либо в ноутбук, либо еще что-то, и в четверть четверти я включаю, остается пять минут, там вроде как-нибудь заруба идет, я ровный счет, ну тогда можно посмотреть. А так, я не знаю, хоть я и занимаюсь баскетболом, я его люблю, но и могу смотреть телевизор, а тем более не могу смотреть НБА и студенческий баскетбол, не знаю, почему-то меня раздражает, в плане того, что очень много пауз, очень много тайм-аутов, очень много рекламы, понятно, что это они делают шоу, просто безумно все это организовывают, получается, опять же, прибыль, деньги, это сумасшедший бизнес, но это все как-то так немного остужает, ты вроде смотришь, смотришь, кайп-паузу, какой-то тайм-аут, какой-то танец, какой-то черт, показали кого тут, там, и ты думаешь, блин, ребята, три часа игра идет, давайте побыстрее, мы будем, это время на вас убивать. Причем раньше, да, было отличие, американские баскетболы, американские игроки, они очень сильны физически, несмотря на какие-то, может быть, маленький игрок, который сам ростом 90, его не продают, европейский центровой, который ростом 2,10, а сейчас в этом плане европейские игроки, они, да, подтягиваются, потому что очень физически развиваются все, все вот эти, вообще, сейчас доступны разные программы, там, да, в тренажерах, там, везде во всех командах тренера по физкоготовке, в основном, мне кажется, берут это все с Америки, потому что, ну, этому, конечно, уделяют очень большое внимание, и там все на уровне просто на шикарном находится, и поэтому, если сейчас посмотреть, просто должно тех же европейских игроков, которые, ну, молодые, такое молодое, новое поколение, они все прыгают, бегают, все здоровые, все подкачанные, все такие, то есть уже уровень как бы приближается, конечно, все равно такого там вот ровно-ровно нету, потому что американцы, они сами по себе вот, такие уже здоровые, взять этих людей, там, Биберон, Шакилы, это же вообще что-то с чем-то, но, да, уже очень близко, осталось, я думаю, совсем чуть-чуть. Отдать должное к Качакарису, он начинал сезон не в полном составе, у нас 4 игрока целых отсутствовало на противенке, на которых-то тренер потом хотел рассчитывать, и даже не то, что мы отсутствовали, а то, что просто команда была не в полном составе, мы могли нормально готовить, но были ребята из второй команды, но все равно эта команда должна готовиться полностью, а тут такая пауза, мы приехали только через месяц после того, ребята собрались. Я думаю, что это повлияло изначально на результат, на который был в начале сезона, а потом смена тренера, она так повлияла в том плане, что вся команда уже была в сборе, поменялся тренер, и он донес до всех сразу свою философию, что он хочет. И получается, что мы все сразу ее приняли и начали шаг за шагом выполнять, и это сработало в плюс, потому что все были и кто сразу все поняли, кто за что отвечает, потому что было немного все равно тяжеловато, когда мы приехали и тут нам вроде объяснили, что делать, а парни все равно уже привыкли играть по-своему, и вроде тут какие-то другие приехали, что еще хотят наши броски забрать и тому подобное. так что тут в этом плане в принципе только смена тренера, да, поменялась опять же философия в игре в защите, потому что у каждого тренера своя какая-то логика, своя, как сказать, ну, по-своему смотрит на баскетбол, то есть кто-то больше дает уделять внимание защите, кто-то больше уделяет внимание нападению, ну, тренер пришел, реально поменял игру, сделав акцент, там, меньше, трехачков в броске больше будет кольцом, больше гетозащиты. Ну, и так, так, все, мне кажется, все видят, и болельщики, и журналисты, и все, потому что игра на самом деле поменялась. Вроде мы особо сами ничего особо не изменили, даже комбинации те же могли остаться какие-то, но сама игра поменялась. Ну, это сейчас вот это, все, это если он неизбежит, arcка, то есть, то есть, что, неизбежит, и неизбежит, что если он это, он, он имеет его, они, он, и, он. Продолжение следует...